слушать этот голос души. Как ни странно, этот голос мы все хотя бы по краешку слышим. Это может быть как какой-то очень громкий голос, когда вы очень резко слышите, не ставьте ногу, провалишься, смотрите на асфальт, там действительно, предположим, открытый люк. Это может быть голос, который вам подсказывает, что сейчас проснется ребенок, нужно тоже проснуться. Вы просыпаетесь в ночи, понимаете, что у вас младенец мокрый. Это может быть голос, который вам подсказывает остановиться во время ссоры. Не принципиально, но в принципе этот голос так или иначе мы слышим все. Чем чаще, чем больше вы его слышите, а дальше, чем чаще вы к нему прислушиваетесь, тем, естественно, громче он начинает звучать. Как только человек оказывается в какой-то установке, но так глубоко в ней укорененный в голове, то априори вот этот внутренний голос он слышать не хочет, а он его больше не слышит. Он начинает пережевывать установку. Интуиция ли это голос? Ну, я бы так не сказала. Понимаете, если мы говорим о условии интуиция, мы сужаем это пространство только до конкретного, условно, будущего. То есть интуиция подсказывает вам в таком каком-то прямом понимании, что будет сейчас, если или что будет когда-то, если. Предположим, сейчас я запущу на этот бизнес и через год это выстрелит. Но объективно же, если мы говорим про такую глубокую жизнь душой в контакте со своими чувствами, речь же может идти не только о будущем, как таковому большой причинно-следственной связи. Речь скорее может идти о глубоком желании, речь может идти о правде, речь может идти об истине, речь может идти об ясности. Вы видите одну картинку и вы глубоко чувствуете внутри, что картинка не соответствует заявленной. Вы видите человека, который как-то вокруг вас кружит, что-то вам золотые горы обещает, человек очень умный, но вот здесь вы очень ясно чувствуете, что человек мерзавец. Или вы очень ясно чувствуете, что вам нужно поменять город. Не обязательно же это про интуицию. Мне кажется, что это в целом про глубокое присутствие самим собой. Если доверилось сердцу, а потом обманули и предали. Дело в том, что, как говорится, это не важно. Как ни странно. Потому что, если мы говорим о сердце, действительно о сердце, то скорее человек выбирает быть каким-то, несмотря ни на что. То есть, предположим, вы выбираете помогать людям, предположим, вы выбираете тратить деньги на благотворительность, даже если кто-то взял ваши деньги и купил себе, не знаю, новую машину. Как говорится, там, богом судья. И я дальше выбираю следовать своим ценностям, несмотря на то, что что-то случилось. То есть, я свой выбор тушу, и я его ставлю выше, чем какой-то опыт по раненности, который может произойти. Опыт по раненности, безусловно, может произойти. Хотя бы потому, что в жизни много идиотов. Но бывает еще другая тема, когда нам только кажется, что мы доверили сердцу. Мы могли довериться каким-то эмоциям. Мы могли довериться собственному неврозу. То есть, это такой, ну, как путь, такого постепенного углубления, ну, прям углубления внутрь себя. Когда ты начинаешь понимать, это в тебе говорит невроз, это в тебе говорит какой-то импульс, или это действительно глубокий голос, да, и глубокие такие желания души, выбор души, твои ценности, твои приоритеты и так далее и тому подобное. Никакой инструкции, да, там, на все случаи жизни здесь тоже нет. С чего начинать борьбу с установками? Вот, собственно, об этом мы и говорим с вами. Еще раз возвращаясь к установкам. Неважно, чего они касаются. Как только установки начинают мешать, это всегда про испуганный ум. Наш испуганный ум хочет все на свете объяснить, всему найти причинно-следственную связь, поставить галочки, убедиться в существующей модели, заметьте, реальности. И только после этого он может пойти во что-то. То есть, умом пойти во что-то, что неясно, невозможно. Ум начинает сопротивляться. Обратите внимание, что с установками все точно так же. Даже если вам не нравится установка, предположим, вам не нравится думать, что больших денег не заработать. Кто-то там это предлагал. Вам, может быть, искренне не нравится. Вам кажется, что это то, что вам очень сильно мешает заработать большие деньги. Это, кстати, такая... Сейчас я подберу какое-нибудь приличное слово. Это ерунда. Такая ерунда, которая очень сильно тиражирует в пространство, что якобы там, если у тебя что-то не получается, это потому, что у тебя есть какая-то установка. Во-первых, в целом, раза в один раз пространство. то этоова, а лучше. А есть какая-то ошибка, разговариваешься, какая-то ошибка. Я сфemplует-на magically movimiento. Продолжение следует... 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 это когда я что-то вижу глазами сердца даже если мой ум протестует даже если мой ум говорит это не так даже если мой ум полон сомнений и так далее и тому подобное а вот как раз таки интеллект это скорее ноги когда у человека очень много установок с которыми он не может справиться его ноги начинают все время убегать то есть если мы говорим о человеке который устремлен в будущее то соответственно у нас получается история человека который мечтает сердцем открывается чему-то сердцем так может быть очень смело храбро неважно будь то любви каким-то опыту родительства та или опыту например переезда или опыту зарабатывания других денег или опыту иного представления о самом себе это же тоже про неизвестно я привык думать о себе как об этом человеке или я привык думать о себе как они красивым человек для того чтобы избавиться от установки мне нужно открыться новому опыту новому опыту думания о самом себе в том числе и в норме у человека ножки должны идти вслед за доверием я сердце что-то почувствовал я туда хочу я этому доверяюсь мои ножки туда меня ведут то есть я начинаю использовать ум настолько насколько это подходит реальности для того чтобы этот новый опыт для себя обживать на понимаю что в этом опыте есть неизвестное если же мы говорим как бы ситуация наоборот то чаще у человека появляется там открытость сердца мечта дальше он цепляется за свою какую-то установку он начинает в ней крутиться его ножки убегают там мне там будет страшно мне там будет плохо у меня все равно не получится и так далее и тому подобное вообще не важно что крутится в его голове если мы говорим об установках на уровне терапии и о том как вообще из этого выбираться кто-то продолжает об этом спрашивает любая установка это некая убежденность попытка убеждать себя в чем-то в этом я хочу сомневаться как только я начинаю хотя бы хотеть в этом сомневаться за это нужно цепляться как ни странно даже если пока не получается то есть в целом в терапии говорят клиент молодец хотя бы потому что он дошел до кабинета терапевта то есть у него есть некая часть которая хочет меняться она хочет жить чем больше человек обращает внимание на эту свою часть тем больше у него появляется ресурс так вот наше верование мы можем обойти несколькими путями в большинстве своем люди начинают пытаться делать это только головой то есть я взял какую-то установку и я начинаю ее расщеплять а в этом нет ничего плохого это вполне нормальный метод он может работать не работать да опять-таки как инструмент подошло не подошло но да с любой установкой вы начинаете с того что вы начинаете ее расщеплять головой почему это не так вам начинаете вспоминать когда вы это узнали когда вы это услышали кто вам это сказал когда это так когда это не так какие есть примеры того что это не так но и так далее и тому подобное то есть вы препарируете на части для того чтобы ну хотя бы как-то она перестала быть для вас на такой огромной фигуры здесь есть одна проблема есть установки которые действительно достаточно вот так вот головой расчленить и как бы стало полегче то есть если я хотя бы начал сомневаться в том что земля не плоская я готов там об этом как-то почитать дальше я готов посмотреть на то что кажется действительно давно доказали что она круглая и еще немножко так приплюснута я готов в это поверить но и слава богу я с этим дальше живу как правду выясняется они все наши сограждане в курсе о том как устроена солнечная система а и в принципе им тоже как-то удается с этим жить но не со всеми установками это срабатывает почему потому что установка очень сильно соединена с чувствами чувства сами по себе не меняются от того что вы только головой это расчленить то есть если эта установка не огромного масштаба вы ее разложили головой и кубы и нормально если она затрагивает все ваше существо то вам не удается от нее избавиться потому что чувства остались на месте то есть вы по-прежнему чувствуете себя плохим даже если вы головой себе объяснили что это не так или вам по-прежнему там страшно даже если вы головой себе рассказали что это не страшно и от того что вы просто это расщепили ничего не поменялось возникает второй путь второй путь это когда мы подавляем установку то есть мы стараемся они не думает на нее не смотреть то или мы носили воли выезжаем зачем я сейчас принизила некоторых сограждан почему принизила кто на что учился ну собственно принизила почему у вас не возникает вопроса почему вам как бы не печально так что сколько там получилось треть по моему опросам нашего большого форте российского исследования треть наших сограждан считают что солнышко вращается почему мне печально от этого почему как бы ну правда да я считаю что это глупость сущая зачем же собственно говоря их как-то возвышать ну как бы ну да ну глупость давайте называть вещи своими именами так вот возвращаемся к истории про установки если вы застряли в каком-то чувстве ваша задача с этим чувством что-то сделать то есть не головой а изменить чувство когда люди говорят у меня не получается что-то изменить таком в голове спросите себя что происходит на самом деле с вашими чувствами так вот сомнения это третий путь сомнения там установку неважно что можно другими словами как будто изгнать так или обойти и это возможно когда меняются ваши чувства то есть вы выходите за предел ну по сути даже например что-то не анализируя примерно как вы получаете определенный новый опыт другого бытия и у вас начинает формироваться другая картинка мира и это и есть как раз таки про доверие к самому себе то есть вы или доверяете к самому самому себе настолько чтобы идти в будущее несмотря на установку ну как бы есть и есть но не получается у меня убрать ее головой бог то с ней так говорится это еще не мешает да я просто пытаюсь избежать неизвестности то есть мой ум хочет все объяснить себе прежде чем идти в неизвестные он хочет от этой установки избавиться или вы говорите себе выхожу в открытое море да я не знаю где будет берег я допускаю что может быть моя установка неверно я понятия не имею какой я без этой установки а я понятия не имею как я буду там четко действовать но я просто отхожу от берега и без неизвестности дальше я в процессе научаюсь как-то это головой описывать да и чувствами это себе объяснить второй момент который важно себе напоминать это то что у нас есть только будущее прошлого нет в каком-то смысле можно избавиться от установок просто проведя такую жирненькую черту то есть согласившись с тем что прошлое больше все не имеет значения вот как бы в принципе можно про многие вещи но перестать бесконечно анализировать вот это было когда-то и вот так смахнул смахнул и смахнул еще раз и начал с чистого листа это тоже зачастую помогает но и в принципе это помогает если мы говорим про какой-то действительно неизвестный новый опыт когда вы хотите жить совершенно по-другому то есть вы каждый раз смотрите на жизнь с большим таким любопытством и если вы действуете сердца то на самом деле вы всегда действуете без импульса прошлого то есть вы не пытаетесь объяснить что-то главной неважно негативно или позитивно с негативной мыслью о себе или с позитивной мыслью о самом себе вы не пытаетесь принципе объяснять головой вы действуете без импульса прошлого ну и тогда вы смотрите на установку но у вас там записано а вы смотрите на нее примерно как если бы вы просматривали таки определенные заметки ума и при этом вы осознаете что вы никак не являетесь всей заметкой все посмотрел отодвинул сторону но и развелся с привычным постраданием вот собственно этот путь я вам и предлагаю в проекте как быть ничего не анализировать ничего там не разыскивать ничего не расчленять а просто дать себе другой опыт проживания чувств и именно совсем кардинально другой опыт он или стирает установки и заменяет их более позитивными или он дает вам ресурс чтобы идти вперед несмотря на то что эта установка еще как-то там где-то фонит на заметках вашей памяти ну или в принципе вы так резко изменяете как представление о самом себе так и свою способность ног в пространстве находиться соответственно вы перестаете ну как бы быть вот только в этой черепной коробке которая где-то там на уровне прошлого существует но это прошлое напоминаю к завтрашнему дню может не иметь ровным счетом никакого отношения до 3 сентября можно прийти за 14 тысяч рублей я вас очень жду до доступ как быть будет на полгода я потом наверное соберусь и отдельно сделаю эфир про проект спасибо вам большое и пусть у вас будет хороший вечер и ваша голова вам не мешает